Смородина всегда изначально набирает цветочные кисти, а уже потом начинает наращивать листья. То есть смородине после зимнего пробуждения понадобится сначала фосфор и калий, а не азот. Как только бутоны обособятся, листочки развернутся, необходимо подкормить смородину калием. Первую подкормку можно сделать зольным щёлоком, который и калием обеспечит, и иммунитет смородины усилит, и от тли защитит. На литр воды берём литровую банку золы, смешиваем, выбираем угольки из воды, ставим на огонь и доводим до кипения, и кипятим около 2 часов на слабом огне. Затем выключаем и настаиваем несколько дней. Таким образом мы получим очень мощный концентрат, который надо развести с чистой водой в пропорции 1 к 10, чтобы не обжечь растения. Затем раствор процеживаем ещё раз, заливаем в пульверизатор и обрабатываем смородину по листу. А ещё нужно внести фосфор, он листьями не воспринимается, поэтому его можно вносить под корень. Суперфосфатом перекормить невозможно, поэтому берём столовую ложку, разводим на ведро воды и поливаем под корень. Смородина возьмёт столько микроэлементов, сколько ей нужно, но при этом надо следить, чтобы кислотность почвы не повышалась. А ещё обязательно подлейте под смородину раствор из 5 литров воды и 1 капли йода, чтобы защитить растения от инфекций и грибка. Зарядите смородину так весной, и ягоды будут крупными и сладкими.